Популяризация народных игр, проведение международных соревнований по национальным видам спорта не только расширяет горизонт и сотрудничество, но и дает возможность нашим молодым спортсменам продемонстрировать свой потенциал. Такой площадкой стал международный фестиваль этноспорта, проходящий в эти дни в неповторимой и древней хиве. Как отметил глава нашего государства в своем поздравлении участникам фестиваля, виды этноспорта воплощают в себе историю народа, национальные ценности и традиции, имеют огромное значение в воспитании молодого поколения в духе любви и преданности родине, гармонично развитыми личностями, укреплении дружбы между государствами. Второй день международного фестиваля этноспорта в одном из древнейших городов мира, где каждый кирпич пропитан духом историй и нематериальных ценностей, имеющий более двухтысячелетнюю историю, которую называют музеем под открытым небом, стал еще зрелищней и ярче благодаря выступлениям турческих коллективов и таким соревнованиям, как международный турнир по борьбе на поясах. Чемпионат мира по узбекским боевым искусствам. Игра богатырей, посвященной памяти похована Махмуда. Международный открытый турнир по стрельбе из лука. Боевым искусством турон. Птичьей охоты и конному спорту. Спортсмены, показав свое мастерство, состязались за победу и призовые места. Международный этнофестиваль проходит на очень высоком уровне. Сегодня второй день. И равна как международный фестиваль проходит соревнования Паджан Санаты, чемпионат мира, где участвуют зарубежные страны. Благодаря нашему президенту, благодаря такому фестивалю, это повышает наше мастерство спортсменов, где идет развитие культуры. После поздравления нашего президента, наши спортсмены получили мотивацию и показали сегодня наивысшие результаты. Например, по нашим соревнованиям, где выступали зарубежные страны, именно в духе патриотизма они заняли первые, вторые призовые места. Фестиваль очень большой уровень, хороший уровень состоится. Вчерашний открытый тоже хороший был. Нам понравился. Мы из Монголии делогации вообще конного спорта. Шесть человек пришел, участвуем. Это Улак Кокбар, Кокбар и борьба на верхнем лошаде. Мы очень рады за гостеприимство узбекского народа. Каждый год такие фестивалы у нас тоже в Монголии состоится. Кочевников тоже. У вас это расцветает. Узбекистан, большой туризм, спорт, национальный и традиционный спорт разбавляется. Поэтому мы очень рады. Известно, что виды этноспорта, воплощающие в себе историю народа, национальные ценности и традиции, имеют огромное значение в воспитании молодого поколения в духе любви и преданности Родине, гармонично развитыми личностями, выкреплении дружбы между государствами мира. В этой связи в нашей стране особое внимание уделяется популяризации национальных народных игр, расширению международного сотрудничества в данной сфере. Большое значение придается широкому привлечению молодежи к занятиям национальным видом спорта и народными играми. В ходе встречи молодежи Узбекистана с председателем Всемирной конфедерации этноспорта Нажмеддином Билалом Эрдоганом была особо подчеркнута проделанная работа в данном направлении. И что организация такого рода мероприятия на высшем уровне способствует расширению международного сотрудничества в сфере развития спортивного туризма и продвижения туристического потенциала и возможностей нашей страны на мировой арене. Вчера перед официальной церемонией открытия было зачитано поздравление президента Шавката Мирзёева участникам фестиваля. И мое внимание привлекло то, что уважаемый президент очень уместно подчеркнул важность поддержки молодежи и развития этноспорта в международном масштабе. Мы это тоже обсуждали на нашей совместной встрече. Как человек, регулярно работающий с молодежью, хочу сказать, что меня глубоко тронуло это. Достойно похвалы внимания главы вашего государства к молодежи, развитию спорта, особенно усилия по сохранению старинных народных игр. В этом плане взгляды лидеров Узбекистана и Турции схожи. Что касается встречи с молодежью, то они озвучили очень смелые и правильные предложения. Например, отлично подходят предложения о создании библиотеки или культурного центра с турецкой литературой. Принимая это во внимание, я тоже намерен создать Центр узбекской культуры в Турции. Вот так мы и пришли к согласию с узбекской молодежью. Мы, приехав из Джизакской области, принимаем участие в таком большом фестивале. И это придает нам огромную мотивацию. Вчера наш президент направил участникам фестиваля поздравления, чему мы очень рады. Водушевившись словами главы государства, мы сегодня заняли первое место по своему направлению. Необходимо отметить созданные здесь условия. Мы очень благодарны. По итогам второго дня в международном фестивале предусмотрено торжественное вручение наград призерам и победителям соревнований по различным видам этноспорта.